МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Беликова. Коротко о главном к этому часу. Всебелорусское народное собрание, распределение городского бюджета, строительство амбулатории в Грандичах. О чем еще говорил глава города Андрей Хмель на встрече с коллективом ликероводочного завода. Чистый город начинается с тебя. 20 апреля в субботу в Гродно пойдет республиканский субботник. Приглашают всех желающих в красивое место. Здание бывшей пивоварни готовят к отделочным работам. Что успели сделать за зиму и каков фронт работ на лето? Эксперты судебных экспертиз отмечают памятную дату. 122 года с первого раскрытия преступления с помощью отпечатков пальцев. В преддверии праздника Победы вышли на уборку. Молодежь продолжает приводить в порядок места воинских захоронений. Там не будет случайных людей. О предстоящем Всебелорусском народном собрании с работниками Гродненского ликероводочного завода поговорил глава города Андрей Хмель. Встреча с коллективом предприятия собралось более 60 человек. Прошла в рамках единого дня информирования. Такой формат общения уже прижился, так как позволяет людям поближе познакомиться с руководством города. Это возможность задать волнующий вопрос, обсудить наболевшие темы и внести предложения. Власть открыта к диалогу. Формат у нас уже обычный. Мы обсуждаем сначала тему информирования. Сегодня это была тема Всебелорусско-народное собрание. Очень актуально в преддверии собрания, которое пройдет 24-25 апреля в столице нашей любимой Беларуси, городе Минске. Ну и вторая часть, так всегда, это общение с работниками предприятия на любые темы, которые интересны им. Мы обычно отвечаем на вопросы граждан, выслушиваем предложения. Вначале, как и было заявлено, председатель горосполкома подробно рассказал людям о том, какие задачи и функции возложены на Всебелорусское народное собрание и какие вопросы высший представительный орган народовластия будет рассматривать. Во второй части встречи Андрей Хмель ответил на вопросы людей о распределении городского бюджета, о роли депутатского корпуса, о рациональном строительстве детских садов и школ в городе. Также пообещал людям, что вскоре решится вопрос с перегрузкой шестой поликлиники на Девятовке. В планах строительство взрослой амбулатории в Грандичах. Начать планируют уже в этом году. Чистый город начинается с тебя. 20 апреля в субботу в Гродно пройдет республиканский субботник. Провести его решили в одном из красивейших мест – в сквере на Левонабережной. В 10.30 туда приглашают каждого гродненца. Всех, кто чувствует ответственность и любовь к месту, в котором живет. Небольшой трудовой подвиг также можно совершить на рабочих местах или там, где это больше всего необходимо. Основные направления и приоритеты – это наведение порядка, озеленение, благоустройство, ремонт малых архитектурных форм, особое внимание на наведение порядка и благоустройство памятников, мемориалов, комплексов. Приглашаем принять участие всех жителей города Гродно и сделать наш город еще лучше и краше. Городской субботник по решению Гродненского горосполкома пройдет в пятницу 19 апреля. В свободное от работы время всех желающих приглашают внести свою лепту в благоустройство и озеленение города. Молодежный парламент при городском совете депутатов появится в течение месяца. Сейчас активно ведется подготовительная работа. В ближайшее время своих кандидатов представят вузы, предприятия и организации города. В приоритете рабочие молодежи и студенты первых-третьих курсов. Это представители студенческого соуправления, молодежных организаций и научных обществ. Остается выбрать достойных. В будущем молодые парламентарии станут помощниками депутатов городского совета. Количественный состав парламента уже известен. Молодежный парламент будет состоять из 31 члена. 20 человек будут избираться комиссией по социальным вопросам. 11 человек будет избираться президиумом совета. Возраст наших парламентариев будет от 18 до 27 лет. Мы планируем до начала мая подобрать вот этих активных ребят, которые хотят заниматься парламентаризмом на таком самом первом уровне, на уровне городского совета депутатов. На первой сессии в мае депутаты изберут председателя парламента и членов президиума, разработают регламент и утвердят план работы на год. Готовятся приступить к отделочным работам и параллельно ведут переговоры с арендаторами. Реконструкция комплекса бывшего пивзавода в Гродно продолжается. Здания восстанавливаются на глазах жителей и гостей города. При этом аутентичный облик и стиль того времени сохраняется. Зима была достаточно теплая, потому работу не останавливали ни на день. Отреставрированные фасады дополнили новыми деревянными окнами. Они изготовлены по современным технологиям, но соответствуют по внешнему виду эпохи. На одном из зданий уже перекрыли кровлю. В ближайшее время займутся реконструкцией кровли на главном корпусе. И самое главное, успели смонтировать перекрытие первого и второго этажей. Это позволяет пройтись по зданию и оценить его масштаб. К концу лета определятся с пулом арендаторов. Сейчас мы уже понимаем, каким будет будущее здание, какая будет логистика в этом здании, какие будут технологические решения в этом здании. То есть, если раньше это мы видели только на проектах, сейчас мы это видим уже практически вот вживую, как это все будет реализовано. Тепло наступило, и сейчас мы уже можем, в принципе, заниматься работой по благоустройству, по прокладыванию сетей. За весь период работ было потрачено свыше двух миллионов долларов. Вложат в знаменитый проект еще примерно столько же. Это без учета технологических решений, которые будут реализовывать арендаторы. Полностью отреставрированный комплекс примет первых гостей уже совсем скоро. Напомним, на территории завода появится бизнес-центр, музей пива, мини-пивоварня с крафтовым хмельным напитком, рестораны с уникальным интерьером и выходом к Неману, тематические кафе и торговые павильоны. Важно, чтобы все эти объекты гармонично вписались в общую концепцию. Сирень Победы скоро зацветет. Места воинских захоронений в Гродно продолжают приводить в порядок. Волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи вышли на уборку. В этот раз трудовую акцию провели на старом кладбище на переулке Победы. Некоторые могилы здесь датируются прошлыми и позапрошлыми веками. Но особое внимание в преддверии празднования 80-летия освобождения страны молодые люди уделяют вот таким захоронениям. Задача расчистить их от сухой растительности и лишнего мусора. Ищем могилки с красной звездой, чтобы мы сразу понимали, что это участник войны. И мы их прибираем. Это как-никак наша история. Эти люди нас спасали. Они нас освобождали, нашу страну. Чтобы у нас было мирное небо. Это уже не первое место, которое мы посещаем и оказываем помощь в уборке захоронений. Могил, которые, к сожалению, по виду весомых причин, остались без внимания. Я считаю, что молодежь должна помнить свое прошлое. Ведь без памяти о прошлом не будет светлого будущего. Областной творческий конкурс «Наследники победы» прошел в Гродно. К 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков юные художники из всех районов области рисовали с натуры предметы, так или иначе связанные с одной из самых болезненных страниц в истории страны. Для участников подготовили семь тематических стендов. Каски, мундиры, оружие. Все эти вещи подлинные. Их предоставил историко-археологический музей. Конкурсантам нужно не просто создать натюрморт на военную тематику и перенести на плоскость трехмерные изображения, но и поразмыслить над тем, с чем пришлось столкнуться героям-освободителям. Очень важно помнить наследие войны, не забывать о наших предках. И все, что мы делаем для этого, это очень важно. Я такого плана рисую впервые, но я постараюсь сделать очень красивое. Всего в конкурсе рисунков приняли участие 80 ребят. Итоги подведут уже в эту пятницу, 19 апреля. Основная цель организаторов Управления культуры Гродненского облсполкома – защитить историю и сохранить правду. В бесконечном информационном потоке сделать это не так легко. Наша задача сегодня, нашего поколения, наследников Победы, донести до нашего подрастающего поколения ту истину, ту истинную правду, кто является на самом деле победителем во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне, чтобы эта правда передавалась из поколения в поколение. Эксперты судебных экспертиз отмечают памятную дату – 122 года с первого раскрытия преступления с помощью отпечатков пальцев. Поимка преступников и доказательства их вины всегда были важной частью работы органов правопорядка. Так, в конце 19 века возник один из наиболее точных научных способов установления личности по отпечаткам – дактилоскопия. Вероятность ошибки при оценке совпадающих узоров на следах и отпечатках пальцев рук равна нулю. А благодаря автоматизации учета этих данных в работе экспертов добавила оперативность. Работа по поиску следов проводится в ходе осмотров на месте происшествий и с использованием специального оборудования в лабораториях. Изъятые следы ставятся судебным экспертом на учет и формируются запросы поиска по банку данных – Одис Дакта-2000. На сегодняшний день в республиканской системе насчитывается несколько миллионов карт с отпечатками. И она постоянно дополняется и фильтруется. Сейчас настолько все компьютеризировано, информационные технологии идут вперед. Ну, комитет старается не отставать в этом. Естественно, это и где-то ускоряет какие-то процессы, помогает. Но все равно, на мой взгляд, в данной ситуации важным остается то, что вот эта скрупулезная такая работа, где ты сравниваешь, допустим, след и отпечаток, это все равно, в первую очередь, это не машина делает, естественно, это делает человек. Сегодня в Беларуси существует два вида дактилоскопической регистрации – добровольная и обязательная. К числу обязанных предоставить свои отпечатки пальцев в базу данных относятся призывники, военнослужащие, работники силовых структур и правопорядком, сотрудники аварийно-спасательных служб, налоговых, таможенных органов, государственные инспекции охраны животного и растительного мира, люди, работающие на опасных производственных объектах, иностранные граждане и другие. Следы рук – это лишь один из множества объектов следовой картины, изымаемых с места преступлений, а ведение криминалистических учетов и коллекции – лишь одно из направлений деятельности комитета. Получаемая из базы данных информация способствует установлению свидетелей, подтверждению причастности людей к преступлению, а также позволяет идентифицировать неопознанные трупы и установить личность граждан, нежелающих или неспособных сообщать о себе достоверные данные. В Гродно в шестой раз стартовал молодежный фестиваль-конкурс «Медиасфера-2024». Более 150 работ из разных уголков страны прислали на суд жюри. Оценивали взрослых и детей в двух категориях – профи и юниоры. В фестивале могли принять участие школьники и студенты в возрасте от 14 до 31 года. В 2024 году заявки подали представители более 50 учреждений общего среднего и среднего специального образования из Гродно, Минска, Бреста, Витебска и других городов Беларуси. Среди авторов проектов были и студенты из восьми вузов республики. В финал вышли 65 работ, которые отметят дипломами и специальными номинациями. Узнали наши педагоги-организаторы и предложили нам поучаствовать в конкурсе, так как мы снимаем в академии часто какие-то ролики. И вот сказали, что вот, ребята, это ваше направление. И мы решили показать технологическую базу нашей академии, как проходит современное обучение в сельскохозяйственной академии. И вот идея родилась сразу в голове, что можно показать, потому что довольно интересно проходит обучение. Работы были заявлены в нескольких тематиках, посвященные году качества и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Оценивали проекты в пяти номинациях. Печатные СМИ, электронные СМИ, фотопроект, интернет-проект и коммуникационный проект. Во второй фестивальный день состоятся мастер-классы, которые проведут представители средств массовой информации, представители сферы масс-видео для наших финалистов. Мастер-классы строятся по трем направлениям. Это аудиовизуальные СМИ, это технология и техника современной журналистики, и это современные рекламные пиар-коммуникации. Ребята регистрировались на эти мастер-классы, и сами мастер-классы проведут наши добрые партнеры. Это и средства массовой информации, это и представители нашего университета. Очень радуют, что в числе спикеров заявленных на мастер-классы наши выпускники. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова